Здравствуйте! Государственная телекомпания Западной Армении представляет самое важное событие этих дней сегодня в эфире. Цивилизация, которая начнется с Мардина, древний город Ара. Индия вносит свой вклад в урегулирование арцахской проблемы. Подразделения вооруженных сил Республики Армения не открыли огонь по азербайджанским позициям. Запрет на возвращение армян в официальных документах Сайчет-Ноглу, где жизнь остановилась вчера село призрака Халкалак. Правительство Франции будет финансировать проект по сохранению культурного наследия Армении. Поддержим государственную телекомпанию Западно-Армении. Древний город Ара в Западной Армении и его руины, как важное историческое и архитектурное сооружение, являются одной из достопримечательностей города Мардин. Древний город расположен на территории провинции Мардин, привлекает внимание посетителей. Древний город Ара расположен 13 километров от исторического города Мардин. Он был построен римлянами прошлого века для защиты от сайсонидов, а затем использовался в качестве могилы. До VI века город был предметом раздора между иранцами и римлянами в разное время. С 1986 года в древнем городе ведутся научные раскопки и исследования. Индия вносит вклад в мирное урегулирование арцарской проблемы по эгиде сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Чрезвычайный полномочный посоль Индии в Армении Кишан Дан Деви заявил об этом. В эксклюзивном интервью по случаю 30-летию установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Республикой Индия представил принципиальную позицию своей страны по урегулированию арцарского конфликта. Посоль подчеркнул, что официальная позиция Индии заключается в том, что любой двусторонный спор должен быть решен путем мирных переговоров, дипломатического диалога и взаимопонимания. В войне, угрозе силы и насилию нет места. В подобных вопросах Кишан Дан Девал также поблагодарит правительство Армении и армянский народ за помощь Индии в вопросе Джаму и Кашмира, которые являются неотъемлемой частью Индии. Западная Армения приветствует это заявление, напоминая территориальные цельности Армении и подчеркивает, что мир может быть, если территории выйдут из-под оккупации Турции и Азербайджана. Министерство обороны Азербайджана распространило дезинформацию, заявив, что вечером 8 июля подразделения вооруженных сил Армении открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным на восточном участке армянско-азербайджанской границы. Министерство обороны Республики Армения сообщает, что ситуация на армянско-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем вооруженных сил Республики Армения. Историк, академик и профессор Сатин Чатиноглу неоднократно обращается к теме геноцида армян в своих общинных статьях, представляющих истинность этой программы и авторов, осуществляющих этой программы и авторов. Ниже мы представляем вам отрывок из недавно опубликованной статьи Чатиноглу. Много раз писалось о том, как во время геноцида армян изгнали из родины и заставили идти по дорогам смерти. В этих долгих и тесных местах изгнания чудом спасались люди, и сегодня мы обязаны этим выжившим почти всей информацией о протестах геноцида. Естественно, что после окончания войны эти люди хотели бы вернуться на родину. Мы знаем, что армяне связаны со своей родиной вечными узами. Читайте полный текст статьи с сайта Чатиноглу на нашем официальном сайте. В Ахалкалакском силе Кваша уже почти сто лет никто не живет, но о жизни прошлого свидетельствует церковь Святого Геворга. Камни различного назначения, неописуемая красота местности, в этом живописном месте сохранились руины деревни. Церковь деревни Кваша сохранилась сравнительно лучше других зданий, но и она подверглась разрушению. В окрестностях сохранились остатки каменных стен, руины домов, а также зернохранилища. Село и церковь упоминаются в книге Джавак армянского историка Самвела Карапетяна. В этой книге представлено около 100 населенных пунктов регионов. До 1944 года в Кваши жили мусульмане Месхи. За прошедшие годы деревня была разрушена. Последние исследования в Кваши проводились в 19-х годах прошлого века. Последство Франции и Армении Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения начинают работу над программой Армении исследования сохранения и расширения наследия. Финансируемые фонды солидарности для инновации проекта Министерства Европы и иностранных дел Франции. Программа выражает стремление Франции содействовать сохранению, восстановлению и укреплению культурного наследия Армении, говорится в заявлении посольства Франции в Ереване. Планируется укрепить и развивать навыки специалистов по восстановлению и сохранению культурного наследия последствием курса вне перерывного образования. Также планируется восстановление монастырского комплекса ТАТЭВ, на первом этапе которого планируется провести историко-археологическое исследование памятника, а также организовать первый волонтерский работой лагерь совместно с Ассоциацией Реймпарти и Терет Культур. Третий компонент посвящен реорганизации и модернизации постоянной экспозиции музея Рябуни и направлен на оценку коллекции. Он будет осуществляться совместно с Луваром. Западная Армения высоко ценит реализацию подобных программ, направленных на сохранение культурных ценностей. Придерживаясь своих принципов и отношений к зрителю, государственное телевидение Западной Армении продолжает свою работу с новыми подходами. Как вы уже знаете, наше телевидение транслирует в основном новости по истории Западной Армении с политическими и другими подтекстами, связанные с настоящим будущим и также с различными вопросами. Мы прозрачно представляем события президента Республики Западной Армения, правительства, национального собрания и других структур. Дорогие соотечественники, при вашей поддержке возможности нашего телевидения будут еще больше расширяться и укрепляться. Вместе мы сильнее. А сейчас музыкальная часть «Армения народная песня». Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия этого видео доступна на нашем официальном YouTube-канале. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром.